Они дремлят. Впереди испытания смертельной опасности. А еще древние храмы полны сокровищ и ловушек. Нам нужны добровольцы! Исследуем весь мир вокруг. Супай, бреды отважны. Нас приключения зовут. Про нас узнает Торти. Продолжение следует. Очень интересный никнейм. Ghost of Forever в том числе. Сразу же нас перемещают в сторону матча, друзья. Есть небольшие, конечно, моменты. Но первый день, простительно. Врываемся мы на такой вот матчап варлоков прямо сейчас. И судя по всему, это хендлок. Судя по быстрому перелистыванию рук. Это хендлок против Рено Чернокнижника. Интересное противостояние нас ожидает. А про грецкого игрока, признаюсь, информации особо немного. Есть только инфа, что вот на квалификациях он сыграл 4 матча. Есть винрейт. Самый эффективный его класс это друид. На друиде он сыграл 4 матча, винрейт 100%. На Чернокнижнике он сыграл 6 матчей, винрейт 66%. Ну и ты знаешь, вот в очередной раз и Дримхак, и ПГЛ удивляют нас открытыми квалификациями. Это очень приятно, друзья, для того, чтобы можно было прорваться. Плюс еще ко всему возвращение к старому доброму Last Hero Standing. Поэтому с одной колодой ты можешь проехаться по лицам своих оппонентов и доказать, что ты тоже можешь, способен воевать, бодрствовать. Для вновь прибывших игроков это очень и очень круто. Но не будем забывать о том, что 43 поинта близ от Близзардов, то есть на ближайший мейджор для попадения. Не на ближайший. Ближайший мейджор это будет весенний. А это уже, вернее, ближайший мейджор это будет зимний, который начинается 18 марта. А поинты идут у нас уже, собственно, на весенний мейджор, который будет чуть попозже. То есть вот такой вот интересный у нас расклад. Ближайший из доступных, получается. Ближайший из тех, который будет, собственно, проводиться, на который еще не отобралось определенное количество игроков, само собой. Давай, наверное, немножко по лайнапам от Ghost of Forever мы увидим чернокнижника. А почему у него зачеркнут вар? Мы что, какой-то матч посмотрели вне стрима? Он, возможно, был сыгран вне стрима? Многое возможно. Возможно, это какой-то забаненный класс, получается так, потому что слева мы выигранных не видим. Нет, ну смотри, у Грека стоит одна победа. Возможно, вне стрима по каким-то техническим проблемам нам этот матч не показали. Соответственно, Ghost of Forever проиграл на варе, вар у него не активен, и почему-то у нас пишется, что это все еще третий раунд. Хотя это уже на сегодня четвертый матч, если я не ошибаюсь. Тут такой момент, что организаторы по-прежнему допиливают какие-то нюансы и микромоменты, но будем надеяться, что мы... Это точно. И постараемся рассказать зрителям все. У нас нет другого выбора, друзья. Last Hero Standing — это PGL. Случается такое. Просто беспощадный. Не просто PGL. Вот на самом деле, я помню PGL как безумно гладкий турнир. Видимо, у них что-то поменялось. Либо, опять же, как всегда, первый день турнира, небольшие проблемы, но я думаю, что это все будет пофикшено. Хочу обратить внимание, что у нас Рено Чернокнижники играет с продавцом закусок и с Вестником Рока. Свои вариации, судя по всему. Не самые стандартные. С Михаилом, да, разговаривали как раз-таки о не самых стандартных проявлениях тех или иных колод. И вот видим, что сейчас не брезгуют этим моментом. И постоянно пытаются вырваться своими какими-то эпизодами. Все чаще мы видим интересные деки в исполнении новых игроков. Это очень круто, очень здорово. Потому что, ну, такое бывало ранее, что одна дека от какого-нибудь титулованного игрока заходила, и ее использовали абсолютно все, кому не лень, делая какие-то минимальные изменения в колоде, считая ее вот уже гениальной, крутой, и все, она будет работать, и только она. Но сейчас мы видим постоянное отхождение от норм. Грядет скоро новый формат стандартный, который тоже внесет свой лепток. Поэтому все очень-очень интересно. У нас просто меняется мета стремительно. Ну, а тут 10 карт у нас на руках у Рено, и пора уже что-то играть. Возможно, это будет какой-нибудь крошер. Рассказала я немного о греке, хотела бы рассказать немного о испанце. Вот Ghost of Forever очень любопытный никнейм. Наверняка, если вы внимательно следите за профессиональной сценой, вы встречали его на Game Gun 2015, видели его на Hearthstone Summer Omen. Также он проходил на квалификациях на Hearthstone World Championship 2015, BlizzCon World Championship 2015. То есть этот парень, несмотря на то, что не получил он широкой популярности, он регулярно выступает на профессиональной сцене, имеет очень высокий винрейт в 58%. То есть этот парень умеет точно играть в эту игру, просто вот как-то не получилось у него засветиться. Ну и также я его вспоминаю по локальным, собственно, испанским турнирам. Да, друзья, напоминаем, что это уже третий раунд, и в целом уже многое сыграли, и один, и второй товарищ, поэтому... Это действительно третий раунд, нас никто не обманывал, все верно. Просто, знаешь, мы, наверное, ищем ошибки уже везде, потому что там какой-то класс вычеркнут, мы уже поддаем сомнению и раунды, и все на свете. Поэтому впредь будем сверяться у нас с сеткой и информировать вас про раунды. Да, хотелось бы также отметить, что у нас такая своеобразная сетка лозеров вырисовывается прямо сейчас, что один представитель, что второй, пока не выиграли ни одной игры из вот этого противостояния весеннего, да, ПГЛа, и тяжело дается вот этот врыв. Уже третий раунд, нужно обязательно выигрывать все подряд, если ты хочешь еще как-то попасть на мейн-эвент, уже в сетку сингл-эллиминейшн. Поэтому вот будем смотреть, из-за чего же все-таки не вылучается, не выходит игра у этих товарищей, у этих игроков. Пока Рено Локи свои, фишечные, видимо, даже с сигнатурочками. Но вот у нас сегодня отлично заезжал, кстати, на Друиде тот же Ментальный Техник, который против Секрет Пала Нистова тащил. За счет шикарной игры Муди тогда смог победить. Кстати, касательно Муди, хотела бы озвучить у нас на данный момент топ-4 ребят, которые возглавляют список участников. Это Тайс, это Крейн, это Винс и это, собственно, Муди. Эти четыре парня имеют стату 3-0. Три победы, ноль поражений у них. Опасно. Хранитель истории Чоу. И вот начинается все самое интересное прямо сейчас. Хардстоун. Такой Хардстоун, друзья, да, Хранитель истории Чоу. Вот как раз-таки вносит сейчас очень важный вклад. И можно его и не забирать в целом. Все, все неплохо, что одному, что другому. У нас тут, кстати, очень любопытная информация поступила, что это последний матч третьего раунда, и он специально был пущен на стрим, при этом еще и не с самого начала, чтобы не было долгих пауз. Вот таким вот образом решают нас организаторы. Вернее, они решили заполнить паузу каким-то матчем, который частично шел вне стрима. Поэтому, видимо, у нас и нет веб-камер. Потому что ребята где-то сидят, видимо, не на игровом месте, они сидят где-то в зале, играют друг против друга, там нет камер. Но, тем не менее, это разнообразие, это отсутствие больших пауз, поэтому я лично только за. Я полностью поддерживаю. Я вспоминаю тот же DreamHack последний, квалификации, да, которые проходили, открытые с огромным количеством людей в Швеции. И тогда параллельно сразу же два стрима мы наблюдали. Я думаю, что, может быть, и сегодня примерно по такой же системе все будет происходить, но все-таки чуть-чуть отличается. Поэтому мы видим один стрим, и вот такие вот врывы без вебок. Уже вот приятно, что организаторы гибко подходят к решению вот этих моментов. В целом мне нравится тенденция, которую взяли ПГЛы. Надеюсь, дальнейшие большие турниры тоже будут это использовать. Это то, что они не делают более больших открытых квалификаций. Потому что проблема, когда ты делаешь большие открытые квалификации на 128 участников, очень мало приезжают ребят с других стран, потому что ловить-то особо нечего, вероятнее всего. И получается, что львиная доля участников – это ребята локальные. Это огромное количество румын, если турнир в Румынии. Это огромное количество, не знаю, великобританцев, если где-то там же проводится. А тут делают открытые квалы, то есть силы могут попробовать абсолютно все, но при этом эти открытые квалификации делаются в онлайне. И могут принять участие действительно люди со всех просто концов мира. Как результат, если ты выигрываешь, ты имеешь шанс сюда приехать. И уже тут показать свои силы. Это хорошее изменение. Да, это круто. Так ты и не тратишь огромное количество денег на то, чтобы куда-то врываться. При этом, не знаю, выиграешь ты, не выиграешь. Ты можешь лишь уповать на какое-то чудо. А для некоторых это весомный удар по кошельку. Ну и что мы видим? Друзья пока разыгрывают вокруг магистра истории Чо и не хотят его особо как-то убивать, нервить, пытаясь подловить друг друга на каких-то мисплеях и ошибках. Но вот этот мирор Рено Локов пока неизвестно, чем закончится. Судя по всему, все идет к заветному фатегу, и мы сегодня уже видели одну из таких дуэлей контрольных. Да сказал ты с грустью на самом деле. Ну, когда уже все было решено, да, они решили топить до победного. Слеза должна скатиться просто. Ну, тут в свою очередь хотел бы сказать, что один из игроков достаточно сильно видоизменил свою колоду. Опять же, весник Рока наблюдали, мы наблюдали продавца закусок. Так что тут, помимо классического противостояния, мы еще увидим что-то не самое стандартное за счет того, что колоды действительно, ну, как минимум у одного колоды не шаблонные. Вот в Мирроре каждая карта занимает свой слот, и каждое видоизменение может либо помочь тебе, либо наоборот сыграть против тебя, ослабив твою колоду. Да, максимально пытается сейчас топить Ghost of Forever за свой стол, не позволяет противнику отыгрывать вокруг Shadow Flame, очищает и будет пробовать как-то добивать. Есть на руках Молтон только лишь у Ghost of Forever, а вот у его оппонента из Греции чуть сложнее дела, ему надо как-то пробовать занимать стол, пробовать как-то возвращаться в эту игру. Ну, у одного из участников, что у одного. Оба парня с доктором Бумом сидят. Тут как бы кто первый реализовал Бума, тот царь. И уже следующий, кто будет отвечать, вынужден будет это существо убирать. А тут хороший ход через адское пламя беспощадный, ставишь мелочевку. Кстати, хотела бы отметить, что в подобном Мирроре вот этот беспощадный взрыв обычно творит грязь. Да, эта вся мелочь погибает от адского пламени. Например, АОЕ, которая наносит урон не демонам, неэффективен против этих мелких пацанов. Ну, и не зачистишь, получается, да никак. И какую-нибудь другую карту тоже тратить не хочется. В очередной раз у нас такие игры разума вокруг карт, которые есть, которые нравятся трогать тем или иным участникам, представителям. Тут вот, например, тот же Муди очень любил какими-то картами просто забайтить. А, подожди. То, что у них есть возможность сходить или нет. Это там, где вы горели, да? Что я аж за дверями студии слышала, как вы там чувствовала пожар. Да, просто вот на самом деле жара чувствовалась даже за дверью. Так что вы были рады Муди, судя по всему, его петильгейнгу. Нет, но он все правильно делал. Ну, смотри, это, судя по всему, все-таки комбо. Рено-комбо? Однозначно. Рено-комбо. Опять же, краем уха, я слышала ваше рассуждение на тему того, что чем силен, чем слаб вот Рено с более лейт-картами, это стала Кфойгин-связка, но это более олдскульная. Или же более интересен вот Рено через комбо. Вот в Мироре, наверное, и та, и другая колода бывает интересна. Вот, ну, все под ситуацию стоит подстраивать. Да, конечно, опытный охотник топ-дак, почему бы и нет. Да, неплохо сыграно. Отличное решение, пожалуйста, достать опытного охотника. Нашаманить опытного охотника. Сейчас еще можно разбить бомбу, получить урон, если бы еще молтен был, было бы совсем шикарно. Но вот, к сожалению, помимо-то опытного, ты-то и ничего не сыграешь, а это нереализованных целых три единицы маны. Да, очень как-то плачебно, ну, что, две переполняющих мощи есть уже на руках. Это весьма-весьма неплохо, но вот как-то надо это все еще реализовывать. Надо доставать манипулятора, надо удешевлять, и потом пошло-поехало. Может быть, сейчас даже будет отдан АОЕшка за три маны, которая убивает демонов, потому что в подобном противостоянии мелочи практически нет. А та мелочь, которая есть, это как раз демоны. Поэтому, в принципе, это АОЕ не является очень важной, которую ни в коем случае нельзя отдавать. А сейчас идеально заходят в кривую маны вместе с крошером. В свою очередь, надо искать ответ на поставленного крошера, и что есть. Ну, возможно, как раз через бума будет отыгрывать. Мне кажется, что тут одному из игроков уже пора беспокоиться о количестве своего здоровья. По здоровью, да, есть проблемы. Причем мало здоровья именно у того чернокнижника, который использует комбинацию через Лероя. И он может напрямую сейчас беспокоиться о том, что есть ли там в ответ такая же комба, или использует он стандартную колоду. Ну, уже своими фишечками, конечно, Рено Лока. Может быть, Рено главарь банды бесов, или более какой-то нахальный ход через Доктора Бума. Если просто Доктор Бум выживает, то следующим ходом ты можешь попытаться залетать через Бума две бомбы, Лероя, и два ПО, между прочим. А это тонна урона. Это только 14 с Лероя и двух ПО. Хочется отметить, что обоих представителей сейчас мы не видели на стриме. Мы не знаем полностью, на каких картах они играют, что у них там в колодах за фишечки. Ну, так, знаешь, кусочком нас выдернули, по сути. Мы вообще первой победы грецкого игрока-то и не видели. И не смогли насладиться колодой Варагусу Форево, потому что матч все-таки играется не на стриме, и нам просто решили паузу закрыть, так сказать. Да уж, да уж, да уж. Ну, что, ждем. Ждем и вырыва, ждем чего-то необычного, такого, чтобы прям вот разрывало вообще в конец, было бы. Вам не хватило... Кто там был, контроль или патрон? Там был контроль воин против Рено. И Рено до последнего не хотел сдаваться. Он просто тащил, тащил. Не, ну парень все правильно сделал. Паудер хотел доиграть до конца. Паудер хотел победить. Он не верил в поражение, он верил в победку, но вот не зашло, к сожалению. Хотя вот Михаил уже прям начал подгорать. Я наблюдала эти классные подго... Знаешь, черт побери, так приятно смотреть, как горишь не ты. На самом деле, это великолепное чувство. Со стороны-то вот это, как все выглядит, да? Это просто... На самом деле, я... Это было классно. Мы наслаждались еще вдобавок к поражениям этот секрет палов. Ну ладно, не без этого, это уже минуло. Не, но мы тут на самом-то деле тоже изгалялись на секретном паладину, поэтому все в норме. Окей, хорошо. Десятый кристаллман, и у нас для Рено Чернокнижника достаточно много опций. Давайте посчитаем урон. Лерой 2 ПО 14-18. Так, подождите. А если у нас... Слушай, ну... Это может быть неприятненько, я где-то слышала, когда тебе столько урона влетает. Да, бывает и такое, но ждем, ждем. Мы смотрим сейчас, что из этого всего получится. Тут еще... Вообще, Бран. Ну, я даже не знаю, что сказать. Это очень любопытно. Да, пробуем, пробуем, смотрим, друзья. Некоторые моменты нам кое-что сообщают дополнительно, но об этом позже. Есть Бран, есть Латеп, либо как раз-таки заспамить все Бум. Доктор Бум, Доктор Бум будет, видимо, сейчас. И вот именно он с этапом летал, следующим ходом себе, делает ставку на количество бомб, делает ставку еще на удар от Рено, и как будет чистить сейчас в ответ. Шадоу Флейма. Шадоу Флейм здесь есть, на что его можно использовать. Боже, какая сложная ситуация. Это просто какая-то жесть. Да, причем нет переполняшек каких-то. Есть, конечно, на Шадоу Флейм. Но было бы неплохо украсть Бума для начала. Ставишь манипулятора, крадешь Бума, и пошло-поехало. Но вот видишь, тут проблема сейчас, конкретно для этого чернокнижника, это правильная последовательность. Потому что огромное количество бомб, если они правильно залетят, ты сможешь реализовать Молтына. Если ты неправильно сделаешь ход, ты теряешь свой стол, нормально не разбираешь вражеский. Тут можно ткнуться крошером, добрать бомбой Бума. Можно подогнать под адское пламя, дать адское пламя, а там уже по ситуации. Вот смотри, даже игрок сам сейчас сомневается, как играть. Будет, наверное, удар главарем банды Бесов. Да, далее Шадоу Флейм. Будет Шадоу Флейм. И добрасывать бомбой будет у нас Доктора Бума. Ну, и сейчас пошла жара, четыре бомбы, которые начинают разлетаться, и это лишь первые две бомбы было, и очень хороший расклад для против... И Сан-Фьюри. Да. Очень четкий ход, он знает, против какой колоды он играет. Ну вот, видишь, видимо, какие-то штучки есть, и в плане помощи, может быть, со стороны друга, да, как-нибудь они интересуются. Все-таки вот этот вот момент закулисный, он очень важен, как ты подходишь к подготовке против своего следующего противника, да, ты изначально это как-то знаешь, находишь его оппонента, пытаешься выяснить, что там в колоде есть. Ну, смотри, тут с одной стороны так, а с другой стороны он делал все достаточно четко, сейвит себя не только от комбо Лерой и 2 ПО, но сейвит себя от комбо, не знаю, манипулятор, ну, то, к чему мы привыкли. Это Чародийский Голем, манипулятор, еще что-нибудь подобное. А тут вот, не хватает немного дэмэджа у нас для одного из игроков, для того, чтобы сделать летал. Сова пришла, но я так понимаю, что все это будет реализовано в следующий ход, поэтому ставится латхип. Ну, а тут можно дать Бранас, Хиллбот, там нежданчик. Да, Хилл на 16 никто еще не отменял, и тут фулл за Хилл, и далее никакого летала у нас продолжается драка. Только вот Молтона ты не реализуешь, и у тебя даже особо эффективных существ нет на руках, чтобы самому продолжать давить. А Рено-то уже от одного из игроков вышел. Слушай, я не люблю очень Миррор, потому что, подобный Миррор, но чернокнижников, потому что, даже если у игроков отличаются колоды, достаточно сложно уследить за всем тем, что было сыграно, что выбыло. А это действительно очень важно. Причем карт огромное количество в одной руке и в другой, и тоже надо это учитывать, что опции есть, и они должны знать, как играть именно в Мирроре. Ну и, судя по всему, так и будет отыгрывать через хиллбот, потому что не хочет погибнуть на следующий ход, понимая прекрасно, что неспроста так агрессивно действует его оппонент. Или же все-таки аркус. Вот это, кстати, очень дерзко и как бы тебя сейчас... А тебя по... Нет, подожди, подожди. Сова... Тут... Да, он его наказывает за этот ход сейчас. Сова, размен и неплохо сыграно. Ну, конечно. Сова, размен, 14 урона. Да, как раз так и получается. Оу! Я увидела леталь. Леталь. Срочно делай этот летал. Как так? Игрок делает летал медленнее, чем кастер. Подожди, это непорядок, ты понимаешь? Игрок всегда видит первее летал. Лучше, если он видит, знаешь, чем не видит совсем и миссует, а потом его за это пытаются беймить все. Эх, ну, это было бы неплохо, но здесь победа у нас за чернокнильником с такой интересной комбо через Лероя, два ПО. Наверняка там, возможно, даже манипулятор притаился под Тури Саном и возможность реализовать еще больше урона. В общем, вот такой вот красивый летал на 14 урона. Да, приятненько получилось, друзья. Битва Ренулоков у нас закончена через Камбу. Именно дальше будет пробираться, насколько я понимаю, счет у нас, ну, посмотрим сейчас чуть далее, потому что по никнеймам есть там моменты. формат Last Hero Standing. Тот, кто победил, тот и остается дальше на этой деке и, собственно, за столом. А тот, кто проиграл, вынужден сменить класс из тех трех, которых у них остались. Напоминаем, что есть один бан в целом, можно что-то забанить одному из игроков. Баны, насколько я понимаю, у нас будут завтра, потому что у нас сегодня швейцарка. А то, что красненьким был обведен у нас Warrior, это была одна победа. То есть, War у нас уже покинул игру, ребята играли этот матч вне стрима, поэтому нас и зрители немного запутали, потому что нам с такими кусочками нас бросают в матче. Но, меня радует, что мы сейчас увидим Рено Чернокнижника, Рено Чернокнижника через Лероя, который играет через два ПО. И, эта редакция колоды мне импонирует, потому что, в Mirror это дает какое-то определенное ускорение, потому что, если вы вспомните медленных Рено Чернокнижников через Сталага и Фойгена, то там можно было вздремнуть, поспать, поесть, пока они Mirror сыграют, я не знаю, там сбегать, еще поделать дела, вернуться, они все еще играют. У нас, по сути, из-за этого часть Тимуди и проиграла, потому что у него был только один Аркейн Голем, плюс ко всему одно ПО. То есть, он не смог сыграть его и реализовать должным образом, и в результате там контроль Войн забрал свое, еще где-то в середине игры. Ну, а тут мы видим, да, вот такой вот интересный подход, и наверняка это принесет ему свои плоды и далее. Но, вот, ждем врыва, друзья, следующей встречи. Вот любопытно, одно из двух, либо мы этот матч посмотрим до конца, либо же там у нас будут стартовать матчи уже четвертого раунда, я думаю, что с минуты на минуту нам дадут информацию, потому что, ну, по логике вещей, мы этот матч, который мы смотрели, мы не должны смотреть. Вот, но нам заполнили этим матчем паузу, я рада, потому что такое разнообразие Рено Чернокнижников, почему бы и нет, это не секретный паладин на секретного паладина, или фэйшам на фэйшама, ну, не знаю, меня что-то подобное радует, ну, и в целом, давай, наверное, обсудим колоды. Ты знаешь, вот любопытно, обоим игрокам не удалось победить в рамках своих встреч, соответственно, либо там что-то совсем вразрез идет, причем там нулевые результаты в некоторых эпизодах были, то есть без каких-либо ярких таких побед, то есть все идет к чему, потому что либо там агрой задавили, а тут более какие-то выверенные такие контрольные матчапы, да, у всех абсолютно, то есть у обоих представителей, либо, ну, что-то еще пошло из ряда вон, может быть, по матчапам угадали, да, где-то через друида все это происходило и так далее и тому подобное, но факт остается фактом, эти товарищи даже через систему Last Hero Standing пробиться не смогли, у них два поражения. Такое случается особенность системы Last Hero Standing, потому что несмотря на плюсы, как мы уже сегодня затрагивали эту тему, эта система имеет и минуса, то есть проигрывать 2-0 очень тяжело в этой системе камбэкаться, практически нереально, и получается, что раз за разом ты проигрываешь, теряешь боевой дух и просто не можешь настроиться. А вот сейчас на ваших экранах GOSU Forever до этого показывали его оппонента, видимо, пауза у нас была из-за того, что ребят пересаживали на стрим. Я вижу, что сейчас, кстати, GOSU, у него стоит, видимо, логин через телефон, и он сейчас достал мобильный телефон и вводит пароль. Ну да, каждый по-своему защищается, да? Слушай, кстати, есть еще такая интересная фишка у Blizzard, как аутентификатор, ты можешь себе даже брелок заказать. Я в свое время пользовалась аутентификатором на телефоне. Кстати, отличная фишка для того, чтобы защитить свой аккаунт. Но! Будьте осторожны, если теряете мобильный телефон. Да, тогда ты можешь не вернуть себе доступ совсем, насколько я понимаю. Или через проблемы, боль, кровь и техподдержка. Не зря говорят, что вот по оценкам мировым техническая поддержка Blizzard одна из лучших поддержек в мире. У меня так сложилось, что я попала на онлайн-чат, и просто за две минуты служба поддержки решила мою проблему. Ну, конечно, паспорт пришлось выслать. Надеюсь, потом эти документы нигде не всплывут. Но мне доступ к аккаунту вернули очень быстро. Но я слышала, что у некоторых ребят с этим возникают проблемы. Например, не так давно жаловался один из участников, который играет сейчас в Hearthstone Cafe, который играет в онлайн-турниры. А в Battle.net аккаунте у вас четко должно быть написано ваше реальное имя и фамилия, чтобы потом вы могли выслать паспорт и подтвердить то, что вы владелец аккаунта. Кто-то же на старте, когда регистрировал аккаунт, не относился серьезно ко всему этому, просто писал какие-то совершенно другие имена, фамилии. И сейчас есть проблема с тем, чтобы сменить вот это выдуманное имя, фамилию на реальное. И служба поддержки очень сложно с этим вопросом помогает. Поэтому, если вы собираетесь играть в турнирах, если вы собираетесь играть в Hearthstone Cafe, онлайн-турниры, для того, чтобы в дальнейшем, когда вы куда-то пройдете, у вас не было проблем, обязательно поменяйте в своем Battle.net аккаунте на реальное имя и фамилию, чтобы потом близцы с вами могли связаться. Многие, я думаю, задумались сейчас и наверняка поступят примерно таким же образом. Я тоже посмотрю, вы меняли все ли там четко. Если честно, не помню уже. Что-то есть такое, не помню, когда я регистрировался и указывал, я правильно имя или нет. Но, друзья, повод понервничать для меня и потроллить для вас. Видишь, это по сути предосторожность для тех, кто собирается играть профессионально в хардстоун, у кого действительно большие планы, кто играет ладдер, входит в топ, получает поинты. Это в некоторой мере важно для того, чтобы защитить свой аккаунт, потому что потом ты сможешь вернуть себе полный доступ к аккаунту, выслав просто свои документы, подтвердив, что ты действительно являешься владельцем. То есть, по сути, это и безопасность вашего аккаунта и хороший потенциал для того, чтобы в будущем поехать, чем черт не шутит, на мейджор, например, какой-нибудь. Да, тем более, что в последнее время это становится все более и более доступно, друзья, мейджоров становится больше, тоже Blizzard всячески развивает свои дисциплины и тоже есть вливание в рамках тех же призовых фондов. Это очень приятно, что киберспорт выходит на новый уровень с каждым годом все сильнее и сильнее, больше призовых, больше денег, больше турниров, это очень круто. Больше игроков, что немаловажно. Я думаю, что можно еще зацепить такую интересную тему, как отсутствие неймов на зимнем мейджоре, который пройдет, кстати, в марте, но кого это волнует. Ну, у нас тут и сейчас тоже такая ситуация, что спринк, а по факту не спринк. весенний будет летний мейджор, но да, я думаю, что это уже нюансы. Действительно, очень много новых ребят, которые показывают себя очень и очень круто. Я думаю, что у новых имен хороший потенциал. Я не задумывалась о проблеме реального имени и фамилии в батлнет-аккаунте, пока мне приятели не начали жаловаться, что у них нет возможности подать заявку на турнир, или есть проблемы с оформлением документов для того, чтобы поехать на наш зимний мейджор, потому что там какие-то проблемы с именем и фамилией. Это все вроде бы детали, но это очень важно, поэтому будьте внимательны, если вы видите себя как профессионального игрока в Хардстоун. Черт не шутит. Так, задонатил себя побольше паков, да, и сидишь, ничего не можешь делать. А тебе такой, не-не, сорян, парень, это не твой аккаунт. Это не твой аккаунт. Вернуть не слышали. Забаните все и до свидания. Ну, кстати, именно поэтому продажа аккаунтов Хардстоуна нерациональна. Будьте осторожны, старайтесь никогда не покупать чужие аккаунты, потому что те, кто продает данные аккаунты, обычно вбивают в Баттлнете свое имя, фамилию, отправляют контактные данные, вы заплатите денег, а он просто себе возьмет и этот аккаунт вернет обратно. Поэтому будьте осторожны и не ведитесь на всякую ерунду. Все понятно. Все стоит учитывать. Все, друзья. Ага, так, да, немного прибавить. Сейчас по-быстренькому звуку отбалансировать на стриме. Пожмакать какие-то, да? А, это как вы рассказывали, как кто-то из игроков там себе друзья перебирает. Такой, так, кого у меня стопчика нет в друзьях? Тайс есть, Лайфкоч есть, этот есть, тот есть. Кого мне еще добавить с этого турнира? Чтобы полный список был. Элиты. Было тело, и, кстати, обращаем ваше внимание на то, что играть через Джараксус и Ренолок это тоже очень, очень, очень примечательно. Вот, судя по всему, такой хардкорный вариант. Говорили мы о том, что не все используют Джараксуса, но вот, пожалуйста, можно спамить спокойно инферналами и добивать в случае чего тех же контроль варов. Это может быть неплохим подспорьем, если вдруг такой матчап случится дальше. Ну, мы видим уже побежденного вара, именно Локом, поэтому я думаю, что это свою роль сыграло. Вопрос в том, что там был залог, что там был завар, то есть патрон или же все-таки контроль. Сейчас хотел бы перейти больше именно непосредственно к противостоянию Фризмак против Реной Чернокнижника. Матчап сложный как для одного игрока, так и для другого. Учитывая, что у данного Чернокнижника есть комбинация с Лероем, ПО и Манипулятором, у него чуть больше шансов, нежели у классического. Просто за счет того, что он может хорошо въехать в лицо, сорвать АС-блок неожиданно. То есть у него есть ярко выраженный финиш. При этом он играет связку Бранд с Хиллботом, который дает плюс 16 здоровья. А для Фризмага это порой бывает много. Плюс есть Джераксус. На совсем крайний случай он тоже сгодится как от Хилл. Не будем забывать о Рено. То есть тут бы, наверное, однозначно я бы не стала говорить в пользу кого данный матчап, потому что это все ситуативно. Если Макс может раскрутить Архимага на количество фаерболов, хорошо влепить Таури Сана, он может выдать просто до 20 единиц урона за один ход через удешевленный коп, ястрелы, фаерболы. Но вот играет ли вообще Антонидаса в своей колоде Ghost of Forever? Например, сегодня мы уже видели колоду Фризмага, в которой не было Антонидаса. Это очень понижает шансы на победу против Рено Чернокнижника. Ну и по заходу, конечно же, частенько такое случается, что от захода зависит, но тут пока локдровается, у него есть варианты, правда, доставить-то вот, наверное, кроме дракона нечего, и дракона будет пробовать играть. Или же все-таки продолжит он свое путешествие по поискам колоды. Ну, что же, варианты по-прежнему есть, и, судя по всему, да, это будет дракон. Уверен я, что знает он, против чего он сражается, зная, что Фризмаг. Уже два раза отлетел. Да. Я думаю, что ребята прекрасно представляют, Чернокнижник прекрасно представляет, что он играет против Фризмага, потому что четвертый ход ничего не делает. Ну, а Фризмаг два раза его отпинал этот Чернокнижник, поэтому он, знаешь, мне кажется, что он досконально даже карты уже все знает, чем его пинали. Ну, а здесь, конечно, два ученых вроде бы и неплохие для того, чтобы получить секреты. Ну, это мелочь, и плана на игру пока как такового нет. Два секрета уже на руках. Да. Два копья неплохо, но я бы не сказала, что это круто, круто, круто. По секретам, конечно, проблема, при том, что придет тебе сейчас еще один, если вдруг, да, то уже безумные ученые будут сыграны, уже оппонента. Будет представление о том, что у тебя на руках есть два, а то, может быть, и три секрета, неизвестно, что там придет. Поэтому, может быть, есть смысл повременить немного с разбиванием этих товарищей, ну, и в остальном хочется, конечно, сохранить и стол и продолжить топление. Есть дров, имплоужен, плюс ко всему. Возможно, тут, невозможно, а стопроцентно бран будет держаться именно для того, чтобы скомбинировать его с хиллботом, что это связочка, которая порой может достаточно сильно тебя спасти. Сейчас будет разбиваться ученый, будет разбиваться второй ученый, более сейвовый вариант выбирает у нас чернокнижник. У него был вариант потратить совуху, но совуху лучше отдавать, конечно же, подвесник орока, чтобы засейвить свой стол. И тут обрати внимание на пиробласт на фризмаге. Вероятнее всего, он играет все-таки без архимага, потому что и архимаг, и пиробласт это слишком тяжелая связка. Возможно, у этого фризмага, скажем так, свое видение этой колоды, у него там все-таки есть архимаг, но я склонна считать, что там архимага нет. И вот, да, пиробласт десяточка урона, это круто, но один хиллбот с браном выхиливает это все сверху. И против вот этого чернокнижника возможно архимаг был бы более эффективен. Пиробласт скорее всего не хватит, да. Также, например, в том же матчапе против Вара использовать тоже Антонидас чуть ли не обязательно явление. Ну и смотрим. Пока, пока вот, да, по картам уже высчитывает примерно, что там будет впереди. А там пиробласт явно не хватит, при том, что есть Баран под захил, есть тот же Рено под захил. В крайнем случае, если понадобится Джараксис, он тоже будет сыгран. Да, вот так вот. Очень, очень пассивно играет. Видимо, старается сдержать своего оппонента, вынудить потратить еще что-то, поставить на стол, а потом просто сыграть весь Некорока и заморозку. Если что-то пойдет не так, поднять флеймстрайк, а потом просто задуть. Сейчас будет просто позиционная война, очень долгая, очень такая тягучая. Но мы видим, там уже 9 карт, в любом случае, от чего-то придется избавляться на следующий ход. В свою очередь, тут еще есть возможность даже дровнуться, если вдруг понадобится. Хотя, что тут получается. Ну да, дровнуться-то есть возможность, но что-то выставлять в любом случае придется. и хочешь, не хочешь. Но надо это делать. Хотела бы отметить, что у представителя грецкого Хардстоуна очень неплохой винрейт против магов по этому турниру. Он идет с винрейтом 66% против магов. Там, конечно, нет разграничений, на каком классе он играл против магов, но тем не менее 66% это как бы очень даже солидно. Это явно показывает, что этот парень знает мага во всех его проявлениях, явно как фриз мага, как темпы мага, возможно, какого-то еще интересного мага. Он знает, как в принципе против этого класса играть и как играть против разных архетипов, судя по результатам. Ну и сегодня мы уже успели даже посмотреть на одного мех мага и фриз мага, конечно, специфического. сейчас закину перчика. Это на мехмаге девушка была, да? Да. А я этот матч пропустила грустяшка. Грустяшка, и она, к сожалению, проигралась счетом 3-0. К сожалению, грустяшка была, да, прям совсем. Спев пару раз даже за мисплейт, ну как за мисплейт, ну все-таки пара моментов недоигранных таких, да, откровенно говоря, были нервы, они были видны на стриме даже, Я несусь спасать девушку. Мы топили за нее, мы болели. Турнир в 3 дня, турнир в Румынии, вокруг куча профессиональных игроков, тебя привезли, все тебя смотрят, ты вообще кто такая? Ты девушка, что ты тут делаешь? Иди отсюда, кухня там! И садят ее просто первый матч, ее садят на стрим. да, вот это жесть. Вот, ну как бы как там не мисплеить? Вот я, я выступаю на защиту девушек. Причем она прошла квалификацию тоже, напоминаю, что было 4 квалификации по 128 человек. Просто вот, ну как бы это же невероятный путь. Я понимаю, что сейчас будут люди, которые поддержат мое высказывание про кухню, я в принципе не спорю, но мне кажется, что стоит относиться с уважением, потому что действительно прошла она жесткую мясорубку, и я надеюсь, что у нас будет возможность у представительницы прекрасного пола взять интервью, возможно, для нашего сайта хэс.страладр.тв, да и в целом узнать про то, как она попала, как сложно ей давалось, да и в целом услышать ее эмоции от данного турнира. Так что попрошу, наверное, наших ребят записать и взять интервью. по ее турниру Дома Пути, кстати, я сейчас постараюсь посмотреть, что же там происходит. Два матча, я знаю, она там проиграла, 1-0-3, 1-2-3, я слежу. Ты следишь за ней? Нет, я слежу за представителем СНГ Хардстоуна, ничего не знаю, за ней конкретно я не слежу. Она проиграла, к сожалению, все три игры. И третью все-таки она проиграла. В том числе, да. Ну и наш представитель СНГ Хардстоуна, единственный представитель из России, Димоненко, проиграл два из трех. Да, не факт, что мы успеем его посмотреть на стриме, я думаю, что там далее серия такая, что проигрывать больше нельзя ничего. Печалька, друзья, но возвращаясь к тому, что происходит у нас на столе. Ну, в принципе, как мы и предполагали. Морось, жги. Он морозил, ставил Вестника, сейчас в ответку пойдет наверняка Сова, потом пойдет Флеймстрайк, чтобы все это зачистить. Но, смотри, я все-таки ошиблась, потому что на Фризмаге и Спиробласт, и Архимаг используются. А вот уже этого демеджа под Талмосом особенно в дальнейшем может хватить для того, чтобы пробить Рено. Ну, при этом Саву должен выходить сейчас на карту. В любом случае на стол, конечно же, да. Ага, танки поперли, да, танки. Они не отпускают месяц уже просто танки. Эти танки. Кстати, наши зрители спрашивали, где пропал Безбородов, который с бородой. На танках, ребят, пропал, на танках. Месяцок после Минск-Арены сразу же, конечно же. То есть тебе на картах, вернее, на столе мерещатся карты, на картах танки. Пока я отдыхаю немного, есть время как раз-таки отдохнуть, и вот отличное время с Хардстоуном. Взгрустнул прямо аж. Ну и я думаю, что здесь чернокнижник должен читать этот флеймстрайк, поэтому, возможно, даже будет сделан более пассивный ход через раскопку через археолога, чтобы получить дополнительную опцию, возможно, даже стапнется. Кстати, ожог. Неплохая фишечка. Да, салфайр это хорошо, но лучше, чем все остальное, по крайней мере, это уж точно. Даже не тапается. С существами проблем тут нет никаких, и в целом тут можно уже себе позволить все что угодно, но флеймстрайк очень здорово выглядит, напрашивается. Ну, бомбы на 4, ничего страшного. И на 1, балансно. Нормально, нормально. В целом. В свою очередь остался один дракон, и фулл рука, и что-то надо обязательно тратить, потому что дальше будут гореть карты. Мне кажется, что, может быть, все-таки... Нет, ну, тапаться прошлым ходом нельзя было, тогда бы слотов просто в руке не хватило. Вот в чем проблема. Но сейчас рука неэффективна, чтобы воевать. А что вообще ты можешь использовать? Плюнуть в своего дракона? Что ты можешь вообще использовать? Ик своего дракона бросить? Бомбу закинуть в лицо? Что это за жесть? Ну да, бомба в лицо. Себе. Себе нет. Нет, кстати, про бомбу себе в лицо. Иногда этот ход бывает эффективен, когда у тебя достаточно мало здоровья, ход получается очень интересным, тебе надо реализовать молтона. Так что бомбу в лицо мы видели, это не смешно. Это иногда даже работает. Все-таки играется сержант, тап, потому что нужно искать что-то посильнее, освобождает слот бомбой, отдает в лицо урон, и получил на руки Рено. Все. Да, неплохо сыграно. Можно еще похалдить и еще подождать. Ну а тут смотрим, что у Фрисмага по сути можно продолжить раскопки, хотя с другой стороны можно ли все, можно ли раскручивать Антонидас вообще? Пока пока очень-очень-очень рано там. Не, ну почему? Как минимум два фаербола он вроде бы может получить за счет копья монетки. Но дело в том, что если бы была стрела, например, вот тут вот я думаю, что алчно потирая ручонки, Джайна бы все это пустила в лицо. Но проблема в том, что пока стрелы нет, и копье не хочет смесать с копья урон, поэтому это обилка, и может быть служитель боль Архимаг просто... А, смотри, какой хитрый. Архимаг монетка копьё на заморозку дракона, видимо, будет у нас. Надежда на то, что Архимаг выживет? То есть, ну, это любопытно достаточно. Ну, там сифон, как бы, в любом случае ты ставишь его, надеешься на то, что там ничего, ну, не пришел тот самый сифон, или что-то есть. Если я не ошибаюсь, прошлой игрой, да и в принципе две игры подряд, видимо, чернокнижник как вытягивание не показал. И учитывая, что это более агрессивная колода чернокнижника за счет лероя, пошек, возможно, фризмаг подумал, что такой медленный ремувал, как вытягивание, тупо не играется в колоде. Поэтому этот ход, в этот ход он решил сыграть Архимага. Плюс ко всему... Мы можем только гадать, потому что мы видели только одну игру, где точно не было показано вытягивание, а первая игра была вне стрима, поэтому мы можем только догадываться. Коварный сейчас пытается еще, раздумать над вариантом скопировать. У меня есть много-много всяких классных вещей, и ты даже не догадаешься, за какую карту я держусь. Можно скопировать сейчас Антонидосу, например. Ну, да. Можно и не копировать. Просто скиллуха? Легчайшая просто. И сейчас... Что? Это странно, потому что он же мог... Ну... А, он хочет Soul Fire добить его. Но дело-то в том, что он копирует уже Архимага 5.3, но до этого он не рискнул сыграть Архимага и потерял Fireball Value. Неплохо сыграно. Я просто... Нет, ну а что? Отдал Soul Fire, отдал Fireball. Отдал манипулятора. Да, то есть, ну, комба уже не нужна, и все. Зачем комба? Вот бы сейчас, короче, занаглить на чернокнижнике, попытаться получить Fireball. Ну, это такая жадность просто в исполнении греческого игрока, исполнителя. Он исполнитель ищет тот. Он исполняет просто, просто только путь. Ну, опять же, последовательность странная была обусловлена тем, что ему нужно было понимать, беспощадный плюнет на достаточное количество урона или же нет. Плюнул на достаточное, пришлось манипулировать Архимага, он почему-то решил это сделать, видимо, решил отложить вытягивание на Алекстразу плюс на подхил после Алекстраза. Это дополнительные три единицы хила. Но ход получился просто невероятно странный, учитывая потерю и Fireball'а, и Ожога, и манипулятора. А тут еще и в лицо прилетает такое количество урона. А, он его в лицо катал Реношкой. Правда, после Рено может быть Алекс? Ну, как раз-таки этого и ждет, я думаю. Ну, сейчас, подожди, сейчас Fireball'ов наберу. Сейчас лик, давай Fireball'ов. Этот Fireball'ов-то точно уже не пропадет. Слушай, вот бы сейчас Рено, как бы его так обозвать, Рено фаербольным магом-то поиграть. На локе. Я просто в шоке. Причем, может быть, даже стоит освободить салот бесом и забить на этот лик тлена, потому что тебе понадобится слот под хиллбота. Потом ты об Алик сможешь разбить, чисто гипотетически, поэтому, ну, стоит ли так острая необходимость? Да, он, собственно, это понимает. Fireball! Вот оно что! Fireball хотел, да? И смотри, через лут хордеров играет. Мы сегодня видели колоду фризмага через инженеров, например, и вот в последнее время, мне кажется, это реально... Актуально! Актуально, потому что ты не ждешь лишний раз, не пытаешься чего-то найти, а сразу же получаешь карту, заглядываешь, что там на топ-деке, и на этом все. Ну, и да, тут сразу же Алик сразу в лицо прилетает, по сути уже читаемый ход, и будет додавливание, айсблок по-прежнему есть, 4 хп, да и бог с ним. Может быть, разбить одного беса, дать вытягивание, поставить Аргуса, а хилбот-то не хватает, чтобы совсем быть спокойным. Что по дэмэджу? У чернокнижника... Кстати, у мага дэмэджа-то прилично, это фаербол, это стрела, обилка, это уже десятка, еще и перобласт. Это как бы очень солидно. Ну, вот надо беспокоиться о том, чтобы не было сейчас айсблока в руках. Ну, во-первых, надо снять айсблок, разобрать Алик сразу, при этом освободить слоты, избавившись от мелких бесенков. То есть, тут все четко, но нужно очень много опций сделать. Поэтому давайте смотреться, как чернокнижник будет. Вот смотри. Да, через мелочевку сбивает, тут, конечно же. Это интересно, потому что, видимо, сейчас будет любопытный ход через вытягивание. Все-таки, освобождают он один слот, вытягивание. Больше фаерболов. И как? Фаербол в лицо не кинуть? Печалька? Что-то пошло не так? Ну, ладно, дождемся, со следующего хода, может быть, все-таки этот лох сможет закидать противника. Фаерболами. Фаерболами, но... Класс. Рено Фризмак. А вот это небопытно. Просто бомбы, я бы даже сказал, потому что тут не пахло вообще. Рено, мы сначала думали о том, что есть ли тут Антонидас, а тут, оказывается, еще и вот такой вот товарищ подъехал. Но сколько копий тогда? Надо задуматься по поводу количества копий. Достаточно много дублей там. Ну что, решает Хиллбот все. Кстати, Латхиб шикарно смотрится. Такая отличная точечка, упитанная. И Бран, и Джераксус. Ну, не знаю, мне кажется, что Джару играть немного страшновато, учитывая, что у тебя все-таки связка с Браном-то уже давно греет руку. А вот Латхиба, по-моему, нужно. Правда, если Фризмаг ничего не поставит, то тебе придется валить собственных бесов фаерболами, чтобы иметь слот под Хиллбота. Бесов валить фаерболами. Чужими фаерболами из-под чужого Антонидоса, это, конечно. А Фризмага, получается, больше нет Айсблоков и нет Алекстразы. Да, Реноту можешь сыграть, но, похоже, это неплохо сыграно на дистанции. Что-то мне подсказывает, что там просто дубли все не вышли, и ты Реноту даже не сыграешь сейчас толком. Ну, только ему знать о том, сколько у него дублей, вышли они у него или нет. Потому что все-таки играет он в два служителя боли. Там было достаточно много карт, которые игрались. И, боже, неправильно посчитал карты у нас в Госсу Форева. Я уверен, что там Escape Conceed. На халявку такой. Сыграю Реноту, прокатит, не прокатит. А может, никто не заметит, друзья. Что я не подхилился на 29. Что у меня там не все карты. Может быть, боганет, а, ну, давай. Может, получит. Ну, прям как я играю, честное слово. На авось. Получится, не получится. Ну, показал о том, что хотя бы оппоненту, да, что у него интересная редакция колоды, с Ренолоком. Зря, между прочим. Может быть, не стоило, если ты понимал, что у тебя Рено не сыграет, может быть, не стоило полить Рено. Хотя, по сути, это видели уже. нравится забавные матчи, неожиданные развязки. К сожалению, Госу Фараева проигрывает. А вот представитель грецкого Хардстоуна, о котором практически нет информации, показывает себя очень здраво. Таких много. На самом деле, это приятно. Еще раз скажем о том, что много молодых, именно молодых игроков, совсем еще, казалось бы, неопытных, но которые уже вовсю наступают на пятки, друзья. Может быть, и вам тоже улыбнется удача, если вы захотите связать свою жизнь с профессиональным Хардстоуном, но вот тут Олеся в правильной вещи говорит о том, что правильно нужно указать имя, фамилию и прочие моменты. Ну и, конечно же, поверить в свою мечту, идти к ней, и, возможно, возможно, все получится. Очень много играть, принимать участие в турнирах, но я думаю, что на этой позитивной ноте... Да, будем уходить на небольшую паузу, друзья. У нас грядут очередные решафлы, и Михаил Лебедь ворвется вместо меня, а я пойду на танк просто садиться и комментировать уже немножечко.